И еще о смелости, друзья мои. Вот мы бизнесмены, мы сетевики, мы живем в свободных странах. Если мы занимаемся бизнесом, значит мы свободные люди. У нас творческая работа, мы не скованы правилами, все разрешено, что не запрещено. Но если я боюсь признаться самому себе, что я бездельник, лентяй и охламон, то это очаревато. Если я боюсь признаться самому себе, что положение дел в моем бизнесе плачевное, а причина в том, что я трус, что я молчу, что я не разговариваю с людьми, что я некомпетентен, что я не учусь, да вообще ни хрена не делаю, что я бездельник, если я боюсь себе сказать эту правду и боюсь называть вещи своими именами каждый день, глядя в зеркало на свою физиономию, то у меня шансов нет. Если я боюсь сказать своим людям, что они не преуспевают, потому что они нифига не делают, то я их толкаю в пропасть. Это их дело, это их бизнес, но у них есть наставник, спонсор, руководитель, ментальный хотя бы, который должен их обличить в конце концов, помочь, подсказать. Надо говорить правду. Если я слушаю на собраниях со своим спонсором всякую фигню, лапшу на ушах и боюсь об этом сказать, то, или во всяком случае признаться самому себе и сделать соответствующие выводы, например, встать и начать делать так, как я считаю нужным, то тогда у меня тоже проблемы. Если я слушаю на совещаниях с руководителями компаний, и сижу на этих совещаниях и день за днем слышу вранье, если меня просто откровенно дурят, если экономические термины и понятия подменяются всякими идеологическими установками и всякой фигней, типа, давайте дружить, и мы команда, и все такое, а про деньги никто ничего не говорит, а про продукты и услуги все молчат, а про их качество и своевременность доставки, и про все те обязательства, которые компания берет на себя, никто не вякает, только потому, что они могут меня наругать. Ха-ха-ха, да смешно! Кто меня может наругать в бизнесе? Ну, другое дело, когда лучше не вякать, потому что тебя могут обобрать вообще, выгнать с позором и забрать твои деньги. Ну, тогда, конечно, тогда уж, если не хватает духу, сиди, терпи. Но, в принципе, каждый, конечно, человек понимает, что где его выгода и что надо делать сейчас, есть всякие тактические маневры, я это все понимаю, конечно, но смелость нужна в жизни, потому что самое ценное в жизни, это же время, наша жизнь. А что же я сижу и жду? Что же я не работаю? Что же я сам себе не могу сказать, что я просто спускаю в унитаз свою жизнь минута за минутой, час за часом, день за днем? Что же я не могу сказать, что меня дурят? Я деньги заплатил, а мне нихрена не дают на них. И все кормят обещаниями. Я что, раб на галерии? Я что, в коммунистическом обществе, в пхеньяне или в бывшем Советском Союзе на партийном собрании? Я знаю, как страшно встать на партийном собрании и сказать правду. Знаю по себе, знаю. У меня есть огромный опыт, когда я из-за страха не говорил ничего и как все сидел. Но у меня есть и опыт, когда я вставал и что-то вякал. Да, мне было плохо, но зато я собой гордился. Зато мне в конечном итоге становилось хорошо. Так это было в какие? В старорежимные времена. А сейчас? Свобода. А мы ведем себя, как будто мы вассалы чьи-то. Нас имеют по полной программе, а мы сидим на задницах и не вякаем. Потому что мы боимся. Потому что мы превратились в слезняков. Потому что мы держимся за какие-то мнимые, которых никогда не будет. Чего я имею в виду? Обещаний выполненных. Короче говоря, смелость нужна во всем. Смелость жить честно. Смелость говорить правду. Смелость видеть себя таким, какой ты есть. Смелость сказать человеку то, что ты думаешь. Это не значит направо-налево уязвлять языком, как мечом, написано в Библии. Но имея мудрость, имея мудрость сказать правду. В Библии написано, нечестивых обличать бессмысленно. Бессмысленно. Это вредно для тебя, и их-то там Бог осудит. А наша задача нет. Я не к тому. Но себя, себя, найти смелость и назвать вещи своими именами. А? Чего же мы сидим-то? Давайте найдем смелость встать и начать действовать. У нас такой классный бизнес. У нас такие возможности. У нас такие перспективы. Я сегодня нашел свои расчеты, связанные со строительством. У меня был такой план строить. Значит, я посчитал, что если я построю шестиквартирный дом на острове и буду сдавать его в аренду, ну, там, найду людей, которые есть такие возможности были, да, реальные. Найду людей. То я, сдавая шесть квартир на острове по какой-то сумме, по такой, по реальной, я буду иметь аж две тысячи долларов в месяц. Я просто в шок пришел. Сегодня перечитал свой расчет, от которых я отказался. Это надо купить землю. Это надо построить дом. Это надо его обслуживать. Это надо набирать, искать, искать себе этих самых клиентов. Это надо, значит, им просто не менять или, во всяком случае, организовать это все. И потом, это нужно, чтобы шесть квартир сдавались ежемесячно, круглогодично, и тогда в месяц ты будешь иметь чистые прибыли две тысячи долларов. Фу! И такого в бизнес повсюду. А у нас с вами за триста, за четыреста, за семьсот, за тысячу долларов можно начать бизнес и за год стать богатым человеком. Только нужна нечеловеческая настойчивость и огромный труд. А для того, чтобы это начать, нужна смелость сказать себе правду и начать действовать. Самая лучшая в мире возможность это наш бизнес с вами. И нужна смелость, чтобы это принять в себя, впустить, встать и с открытым забралом пойти к людям об этом рассказывать. Вперед! Желаю вам удачи!